Джастин единственный кто может остановить Хабиба он просто борется как вообще как вот последний раз он там в принципе ничего особо не показывал поэтому я и не думаю что он там ну прям что-то может там что-то выкрутиться потому что это все-таки не джиу-джитсу всем здарова с вами снова какой-то парень и сегодня мы поговорим про бой Хабиб против Джастина Гэджи начать конечно хочется с того что все говорят абсолютно разные прогнозы на этот бой кто-то говорит что для Хабиба это легкий бой абсолютно кто-то говорит что Джастин единственный кто может остановить Хабиба я сегодня постараюсь сам до чего-то додуматься возможно у меня это получится возможно нет но есть какие-то мыслишки по этому поводу я вам их озвучу давайте начнем с того что Джастин это парень который умеет бороться он с детства боролся и даже в своем там каком-то университете вошел в зал славы и брал какой-то там эль-американ вот эти все дела но вы знаете да вы лучше меня разбираетесь и я думаю что Джастин как раз таки просто не показывал борьбу потому что у него как оказалось очень крутая ударка и он забирает практически каждый бой вечера несмотря на то что он проигрывает выигрывает а выигрывает он чуть почаще чем проигрывает а проиграл он всего два раза это Эдди Альварес и Парье оба по-моему они его выключили то есть этот чувак Джастин Гэджи это просто ну парень который идет либо умирать либо убивать и других вариантов походу у него нету вообще Джастин Гэджи он рубится но в последнем бою с Эль Кукуем он почему-то включил какой-то умный бокс умный тайминг начал его разбирать, разбирать, разбирать все думали что он выдохнется нифига не выдохся потихонечку оторвал практически все куски от Эль Кукуя и победил не знаю как он будет себя вести в бою с Хабибом у него крутые лоу-кики у Джастина Гэджи все знают что он может отбивать ноги даже с Эдсином Барбозой который является наверное самым крутым кикером кикер это чувак который бьет ногами вроде так они с ним прям неплохо таки зарубились и он выключил Барбозу ну правда рукой выключил но не суть он с ним вернее на лоу-киках очень круто прям обменивался и это вообще даже удивительно то что он Барбозу перестучал фиг его знает в общем то на борьбу его блин никто толком не проверял да Майкл Джонсон первый его по моему соперник в UFC он его достаточно успешно борол вроде даже как-то там переводил и все равно потом пропустил в стойке и проиграл в общем то Хабиб говорит что он будет его переводить 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 и будет доталово это делать пока конкретно не переведет и не замучает кстати еще такой момент Джастин Гэджи в каком-то интервью сказал что он не борется почему почему казалось бы да потому что он говорит что в борьбе он отдает всего себя он просто борется как вообще как вот последний раз и очень сильно устает и он говорит у меня мышцы потом просто умирают я встаю после борьбы там борюсь 7 минут встаю и просто не могу ходить и наверное вот это вот это станет ключевым фактором Хабиб он начнет бороть Джастин Гэджи начнется за всех сил бороться замучает сам себя потому что будет бороться изо всех сил и все и устанет ну то есть прикиньте Хабибу вообще это на руку бороть Джастин и Гэджи он знает что Джастин может устать в борьбе а Хабиб он блин в борьбе не устает и как мне кажется Джастин Гэджи суперудобный парень для Хабиба Тони Фергюсон единственный парень который остается главным опасным соперником для Хабиба по моему мнению потому что его длинные рычаги длинные руки длинные ноги могут что-то снизу противопоставить борьбе хабиба другие ребята снизу ну джастин гэджи снизу блин редко бывал в ufc и он там в принципе ничего особо не показывает поэтому я и не думаю что он там ну прям что-то может там что-то выкрутиться потому что это все-таки не джиу-джитсу тони фергюсона да это борьба защищаться от проходов единственное его оружие и ударка если он зацепит хабиба будет серьезно будет серьезно кстати еще говорят что этот бой может перебить бой хабиба против конора я что-то так не думаю мне кажется джастин гэджи не создал такой ажиотаж который который создал конор чтобы этот бой прям по продажам и вообще по популярности взлетел там прям до небес потому что хабиб против конора посмотрели даже те люди которые нихрена не понимают в единоборствах и вообще к спорту имеет очень далекое отношение но об этом бои говорили абсолютно все тут я не вижу прям вот такого ажиотажа что прям вот людей которых я знаю и которые вообще не смотрят ничего кроме футбола вдруг такие вот там хабиб против гэджи будет биться не против конора да они все там следили говорили а тут такого ажиотажа нет я не думаю что этот бой будет намного популярнее чем бой хабиба против конора кстати еще такой моментик хабиб проиграл только один раунд за всю карьеру как говорят и проиграл он его кому конор макгрегору по моему это был первый раунд потому что конор хорошо защищался от проходов ноги и в целом по ударке чуть-чуть перебил хабиба но чувак который не проиграл ни одного раунда это вообще что-то там с чем-то да вот один все-таки проиграл видимо все-таки его можно победить до хабиба как вы думаете кому бы это можно сделать не знаю я думаю что не джастин гэджи когда блин джастин гэджи победил тони фергюсон я так расстроился потому что блин так и думаю но это просто идеальный парень для хабиба который ходит ждет и что-то бьет но вряд ли джастин побежит рубиться он наверно также включит умный бокс а хабиб в это время будет его бороть в общем то не думаю что джастин прям вот сделает какую-то сенсацию плюс хабиб потерял отца он сейчас очень хочет стопудово посвятить эту победу абдулманапу и будет делать все чтобы просто сожрать джастина гэджи потому что мне кажется ментально хабиб вот как-то еще больше настроен победить тренер хабиба сказал что эта подготовка была чуть тяжелее чем предыдущего подготовки но в целом хабиб настроены видно что он вообще уверен в себе на 100 процентов он не говорит каких-то возвышенных фраз тип я там готов как никогда нет он просто великimmig он да он да он будет бить и лолл кейки да окей я буду его бороть меня не получится и будут опять его бороть весь не получится буду опять его бороть есть не получится 5 буду и буду бороть и бороть и бороть и Джастин мне кажется думает, елки-палки, куда блин я ввязался, он у меня собрался бороть 25 минут, и тут наверное у Джастина начинает немножко подгорать, даже кстати заметили, что он дергался на face to face, у него немножко так плечо подергивалось, ну то есть мне кажется Джастин чуть-чуть, чуть-чуть горит немножечко, в общем-то наверное это все, что я хотел сказать потому что вы знаете лучше меня, наверное, как этот бой пройдет, но мне почему-то кажется, что все практически пройдет в борьбе, потому что размениваться с Джастином Гэджи вообще не имеет никого смысла, там одна ошибка может стать абсолютно фатальной поэтому Хабиб будет бороться, кидать оверхенды, кидаться в ноги и бороть, бороть, бороть. В общем-то я думаю, что Хаба затащит, а там надо опять возвращать Эль-Ку-Куи, потому что, ну не знаю, или Сент-Пьера возвращать с пенсии, потому что каких-то других соперников я вообще тут не вижу. В общем-то вот и все спасибо, что досмотрели этот ролик до конца а для вас теперь приятный бонус я вам покажу моего товарища который делает уникальные именные капы, он мне сделал именную капу и мы сняли небольшой ролик такой импровизированный как она делается. И ссылка на этого моего товарища будет в описании если что, обращайтесь, он вам сделает крутую именную капу по слепкам все как надо, она идеально встает и держится и не дает вашим зубам ломаться. В общем все, смотрим ролик всем спасибо, с вами был какой-то парень, всем пока, подписывайся и пиши свое мнение в комментариях, что ты думаешь насчет боя Хабиб против Джастина Беджа Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok